Всем большой привет! С вами Таня. Я очень рада видеть вас на своем канале о вышивке. В сегодняшнем видео я бы хотела поделиться с вами итогами ноября, показать вам, что я вышивала, что я начинала, что я заканчивала. И очень надеюсь, что вы приятно проведете время, плодотворно повышиваете, возможно, откроете для себя какой-то новый дизайн, новый сюжет, что-то, возможно, вам понравится и вы захотите тоже вышить. В общем, желаю вам приятного просмотра и давайте начинать. Начать я хотела бы с готовой работы. Недавно, в одном из последних видеороликов я вам ее уже показывала и обещала, что в ближайшие же дни закончу. Но обещание я свое выполнила и вот она, готовая работа. Такая милая зайчушка у меня вышилась. Автор данного дизайна Светлана Немерицкая. Вышивала я ее в рамках ISO Alice in Wonderland в группе у Светы. Отшила мне полностью довольна, результатом очень миленько, очень красивенько. Но у Светы все работы такие, хорошо проработанные. Не очень легкие, да, тут довольно-таки замороченный такой, ну, не сказать, что сложный. Но кропотливый бэк, очень много маленьких стержочков. Он выполняется несколькими цветами в разное сложение нить. Есть в одной, в две, в три ниточки. В общем, над таком, конечно, надо постараться. Плюс у Светы всегда есть четвертинки. Переходы очень плавные, очень много используется близких цветов. Но за счет этого всего получается, конечно же, шикарный результат. Очень все такое нежное, милое и очаровательное. Работаю. Начала вышивать я в начале ноября. И вот примерно за 10 дней я ее вышила. Размер 70 на 55 крестиков. В работе используется 13 цветов DMC. И вышивала я на линде 101 цвета. Оформлять буду обязательно во что-то прикладное. Чуть позднее. Вот, идеи есть. И надеюсь, что все сложится, все получится. И все будет так, как я задумала. Светлане, большое спасибо за такие чудесные схемки. За возможность вышивать их бесплатно в рамках различных совместных отшивов. Обязательно буду принимать участие еще с удовольствием. Потому что очень всегда довольна результатом. Всегда с легкостью нахожу применение для вышитых работ. И всегда с удовольствием потом шью какие-то прикладные штучки. И в итоге пользуюсь тем, что сшила. Поэтому обязательно буду участвовать еще. Но долго останавливаться на данном дизайне не буду. Если вам заинтересовало, проходите в группу Светы. Там много разных интересных схемок. Очень много проводится совместных отшивов. И я вам рекомендую поучаствовать. И тоже получить это удовольствие. Вот. Такая вот готовая работа ноября. Могу поближе показать. Вот такая тут миленькая чашечка. Видно, что бэк. Как раз таки в несколько сложений. Посмотрите, какие плавные переходы. От светлого розового к более насыщенному. И тут уже потемнее. Все очень нежно, очень деликатно. Волшебно просто. Вот опять же, да, бэк. В разное сложение. Сама зайчушка с розово-щекой. С таким бантиком, ободочком на голове. С пышным платьицем. Юбочка с рюшечками у нее. И вот позади нее такой чайничек. Тоже очень нежный. Очень милый. Очаровательный. Вот. В принципе, работа не сложная. Может, она ее довольно быстро вышит. Но девчонки вообще, конечно, кто за день, кто за полдня вышивает. Такие работы. Мне остается только заидовать, да. Вот. Ну, конечно, получается чудо. Чудо чудное. И диво дивное. Вот. Красотка. Малышка такая получилась. Вот. Ну и давайте перейдем к следующей работе. Также в том видео я показывала еще один готовую работу. Вот такой снеговичок. Я его закончила в конце октября 30-го. Вышивала я его по набору бацилла. Сейчас покажу. Вот такой у меня наборчик. Здесь четыре шарика таких. И вышиваются они по набору на Аиде 14-го аккаунта белого цвета. Я же заменила на пластиковый конво от Гаммы. Одна игрушечка у меня готова. И следующую я уже начала. Сейчас покажу свои продвижения. Вот что на сегодняшний день готов. Да, да. Только начало самое. Вышила я основание игрушки. Вышиваю я вот этого Деда Морозика с подарочком в руках. И вот основание шара готово. Дальше буду подниматься вверх. Ну и вышивать весь шар целиком. И думаю, что за декабрь я управлюсь. И данная игрушка будет тоже украшать мою елочку в новогоднюю ночь. Ну и вообще в новогодние праздники. Вышивать мне нравится. Вышивается легко, приятно. Схема мне как проработана нравится. Да, есть некоторые места. Вот например, смотрите, красный. В общем, здесь вот плавный переход от темного к светлу. Здесь это точно контрастный. Но ничего страшного. Как бы в остальном вообще игрушки надо давать готовую работу. Покажу, вот здесь хорошо проработано. И этот квадратичный бэк очень такой очаровательный и милый. Это придает особенный какой-то шарм, мне кажется, и в работе. И в целом, конечно, если не брать вот этот переход в красных цветах, все очень хорошо проработано. И очень такие переходы в остальных моментах плавные и симпатичные. Вот. Возможно, надо было заменить красный цвет. Но только я уже в первой игрушке не стала этого делать. И дальше буду вышивать также этим же цветом, чтобы все это вместе смотрелось. Вот. Красота. А вы, если вы не смотрели видео о готовых работах, да, немножко расскажу сейчас подробнее. Здесь вышивается фон. В одну ниточку должен был вышиваться крестиком. Но я решила вышить полукрестом. И у меня тут одна ниточка из набора такого нежно-голубого цвета. А другая ниточка. Ну, тут разные, да, но расскажу. В основном здесь корейник. Блодин филамент 032. Вот. И поэтому игрушка такая немножко блестящая, сверкающая. По-настоящему праздничная. Вот. Ну, я довольна, конечно, довольна тем, что получилось. Мне очень нравится. Оформляла фетром из набора белым. Немножко он просвечивает, но я думаю, что это не кричь, ничего страшного там нет. В целом, конечно, я абсолютно довольна результатом. И веревочку это я покупала в Леонардо еще в прошлом году. И она вот сюда очень удачно подошла. И все игрушки Ауду оформлять вот из этой серии вот с такими же жгутиками тоненькими. Ну, вот. Ну, я думаю, что я вышлю Деда Мороза. И в этом году я остановлюсь. А, возможно, в следующем году вышлю остальные две игрушки. Вот. Хорошенький получается. Я довольна набором. Единственное, что мне не хватает одной нитки, да. Как раз-таки, которая будет использоваться в лице у Деда Мороза. Почему-то этой ниточки не было в наборе, к сожалению. Но я думаю, что я ее без проблем возьму из своих запасов. Потому что здесь номера DMC. Они идут в ключе. Естественно, можно вышить без труда. Можно подобрать ниточку без труда, вышить. И все будет хорошо. Ну, давайте пойдем дальше. Если мы продолжим говорить о новогодних сюжетах. Недавно я начала новый процесс. Показывала я его в покупках из магазина Стуник Рик. Вот такой буклетик я купила. Небольшой дизайн. Очень симпатичный. Рождественский. Красно-зелененький такой. Вышивается все одной ниточкой. И, повторюсь, да, не удержалась. Я начала его в тот же день, когда мне пришла эта посылочка. И на сегодняшний день у меня вот что готово. На самом деле это, можно сказать, уже половина работы. Если вы посмотрите на превью. На то, что у меня получается. Примерно половина и есть. Вышивается с огромным удовольствием. От процесса на самый такой, в данный момент, любимый из всех моих текущих. Очень мне приносит массу, много удовольствия. Я его беру в те дни, когда я либо сильно устала. И мне хочется себя вознаградить за тяжелый день чем-то приятным. Я беру этот наборчик. Либо когда я что-то много всего сделала за день. Например, как раз таки в пятницу я его вышивала. Потому что я до этого хорошенько продвинула метрику. И решила вознаградить себя вышиванием этого процесса. Похвалить себя таким образом. Классный, конечно, дизайн. И вышиваю я его на Бритни. Это 28-й аккаунт. Цвет кремовый с люрексом. С золотыми ниточками вот такими. И вышивается все вот такими ниточками с Redworks номер 1085. Такие красно-зеленые с переходами бурого цвета. Такого коричневато-зеленого, серовато-красного. В общем, разные оттенки. Вот здесь есть цветы такие, как желтоватые. Конечно, в целом красивые цвета, интересные переходы. Но единственное, что мне кажется, когда я смотрю на превью, что у них вот шиви преобладает красный цвет, ну, либо как-то поровну. Когда же я смотрю на свою работу, мне кажется, что тут больше зеленого как-то у меня получается. Ну, посмотреть даже вот на то же слово Мэри, да, тут в основном вот три буквы зеленые, а две из них только наполовину красные. Вот, но все равно мне все нравится. Просто как бы мне бы, наверное, хотелось, чтобы красного было больше, но специально я ниточку не вырезаю, не обрезаю, вышиваю, как идет. Единственное, что я очень стараюсь, чтобы мои переходы были плавными. То есть в одном каком-то лимите, чтобы не было резких переходов от красного к зеленому. То есть, вот, мы посмотрим на этот лепесток, да, вот у меня идет красный, потом какие-то средние цвета и зеленый. Ну, то есть, в принципе, во всех вот, да, здесь также у меня. Я стараюсь как-то подбирать, чтобы подгадывать. Когда я планирую как подушить, да, свой путь, вот конкретная ниточка, я смотрю, где, как мне перейти, чтобы сохранить переход красивый. Вот, опять же, тоже здесь от красного к зеленому у меня так достаточно такой аккуратный переход. Повторюсь, да, что я продумываю заранее путь, как я пойду. Не везде это получается, в некоторых местах все-таки есть резко, да, вот. Ну, это, например, вот здесь, да, то есть, но эти крестики, они не соприкасаются с сторонами, только уголком. Поэтому я думаю, что ничего страшного. В целом же мне, я думаю, удается сохранить вот эти вот переходные цвета. Потому что, если у вас вам на превью, у них есть такие достаточно грубые переходы. Вот, например, здесь, смотрите, зеленый, резко красный, да, но мне не очень нравится вот этот, как это выглядит, опять же, вот здесь. Тоже у них так непродуманно, мне кажется, здесь. Ну, в общем, этих мест много. Вот, я стараюсь в таких моментах избегать делать поаккуратнее. Вот. Ну, красиво, красиво получается. Я думаю, что, в принципе, я не так много времени уделяла ему иногда по вечерам. И идет достаточно легко, приятно и быстро. Я думаю, что, опять же, я в декабре с ним справлюсь. И, надеюсь, даже в итоге года показать вам не только готовую работу, но уже и оформленную. Посмотрим, как пойдет. Ну, думаю, что вполне себе выполнимые планы. Вот, ну, красота. Рада, что, конечно, что я купила его, потому что долго лежал в списке желаний у меня. Наконец решилась, купила и есть, да. Ниточки, я думаю, у меня еще останутся, что все они не используются в работе. И я думаю, что вполне вероятно, что-то еще рождественское с таким каким-то, таким примитивным дизайном можно будет этими ниточками вышить. Но я планирую что-нибудь еще для них подыскать, тоже в какой-нибудь работе их использовать. Вот такая красота. Очень мне нравится, как переливается ткань. Довольна я своим выбором основы, что вот взяла такую нарядную, праздничную, яркую, сверкающую, сияющую. Думаю, на стене будет в новогодние праздники смотреться классно и красиво. Мы недавно ходили на фотосессию всей семьей. Зимнюю такую новогоднюю. На самом деле фотосессия была приурочена к году моей дочери. Вот хотели отметить таким образом первый день рождения. Но, к сожалению, уже все студии... Ну, не как к сожалению, но, в общем, такой нюанс, что все студии уже были оформлены в новогоднем стиле. И у нас получилась новогодняя фотосессия с красным такой декорацией. Такие были, что там такая ярко-красная дверь, типа кольца, на них стоят елки с разными красивыми яркими игрушками, красными, зелеными. Ну и все такое, знаете, в белых, красных, зеленых тонах. Вот. И мы хотим распечатать эти фотографии, сделать на стену калаш из такой новогодней фотосессии. И я думаю, что вот этот вот дизайн, этот сюжет будет очень в тему там. И я планирую его как-то вписать в эту композицию. Вот. Надеюсь, получится так, как я задумала. Если все будет так действительно, как я себе это представляю, я вам обязательно покажу, что же у нас в итоге из этого получилось. Вот. Ну, красиво. Давайте перейдем дальше. Если мы продолжим, опять же, говорить еще про новогодние сюжеты, на этом у меня не все. Я взяла, наконец-то, один набор из отложенных, один процесс из отложенных и продолжила его в ноябре вышивать. К сожалению, он мне полностью в кадр не влезает, поэтому буду показывать частями. Так, для начала покажу превью. Это новогодний рождественский сапожок для моего сына. Набор от Dimensions. Вот так он выглядит. Вышивается он на гобелине. Точнее, вышивается он гобеленом на страмине, да, это, наверное, называется. Не очень легкий для меня процесс. Мне очень нравится вышивка гобеленом на такой основе. Это мой единственный набор, и больше я такого покупать не буду. Потому что, ну, результат такой себе получается, и процесс не сильно это приносит мне удовольствие. Ну, так как я начала, и так как это для сына, то, конечно же, я продолжаю, и буду стараться закончить к Новому году. Так, покажу, что у меня получается. Ну, для начала покажу верхнюю половину, потому что целиком не влезает. Вышит у меня в прошлом году была верхняя часть, и шляпа главного снеговика, да, папа снеговика. В этом году я продолжила в ноябре, и вот, как вы видите, вышит тоже голова у нас, фон вокруг него. И давайте вот так вот, наверное, дальше покажу. Сейчас. Не очень удобно, конечно, но это все мятое, прошу прощения, потому что вышиваю я на пяльцах. Вот, спустилась ниже, вышила шапку для мамы снеговички, голова у нее почти готова, и шарфик. Вот, ну, здесь немножечко до вышивать, и будет у нее личико тоже готовенькое. Я считаю, ну, за на месяц у меня продвижение довольно-таки хорошее, если сравнить с тем, как я вышивала в прошлом году, и как это все медленно и тяжело шло. В этом ноябре я, конечно, постаралась и уделила достаточно многому внимания. И вот если мы посмотрим, здесь у меня уже вот пяточка, она как раз-таки готова. Осталось мне, ну, наверное, половину, да. Я не думаю, что у меня вышито больше половины. Мне надо вышивать шарфику папы, тело у него, да. Здесь малыша, фон, ну, в общем, работы еще много, но если вот на него браться, он идет достаточно быстро. Просто нужно сесть и взяться. Сесть и взяться достаточно сложно, потому что, не сказать, что процесс у меня сильно любимый. Вот, ну, только ради того, чтобы у сына был такой сапожок, я и стараюсь. В целом, конечно, неплохо, да, достаточно такие резкие переходы, но это было и видно по привью. То есть здесь меня, знаете, очаровал сам сюжет, что здесь такая вот семья, они все с улыбками на лицах, все довольные, радостные. Они вместе. И я, знаете, не вглядывалась в детали, не смотрела, какие там переходы, проработка и все вот это вот. Мне зацепил сам сюжет и, как бы, я с удовольствием его приобрела. Потом, когда я уже начала вышивать, да, высматривается, что здесь так все достаточно простенько. Но я думаю, здесь оно и не главное, да, все-таки сюжет и сам формат этого набора, что это носочек. Здесь, наверное, вот это основной смысл в том, в этом и есть основной смысл. Поэтому не заморачиваюсь, не зацепливаюсь на этом, вышиваю, жду с нетерпением, когда закончу, сошью и все. И мы, и успокоюсь, будет у нас носочек. У меня есть в коллекции еще другие носочки уже в обычном кресте, да, еще одном. И я думаю, что я вышью еще какой-нибудь другой для своего сына уже покрасивее. Ну ладно, это тоже красивый, но, скажем так, посложнее проработанный, так скажем, да. Вот. Ну, хорошо, что я все-таки купила, да, и попробовала, и теперь точно знаю, что вот такой вот, так скажем, такая техника, это совсем не для меня. И я уже, знаете, даже не смотрю в сторону, если я вяжу бобилен, я все сразу же понимаю, что нет, это не мое. И даже уже и не это. Не раздумываю, сразу говорю себе нет. Вот. Конечно, мне хотелось закончить его в декабре, чтобы сшить его. Не знаю, но, с одной стороны, для сына можно и постараться, но заставлять себя не хочу. Весь год я шла таким образом, что пыталась соответствовать своим планам. Недовольна я тем, как я построила планы в прошлом году. Идея вышивать от начала и до конца и не начинать ничего, пока ты не закончишь предыдущие. Это провальная идея для меня. И, знаете, я ничего не начинала из того, что запланировала, но постоянно откликалась на то, что не планировала. И в итоге из планов ничего не вышито. И это, конечно, очень огорчает. Думаешь, ну как так вообще произошло, да? Хотя готова эта работа у меня есть, и ни одна, ни две есть, и оформленные, но они все не из запланированных. Потому что по плану я не хотела ничего начинать из того, да, пока не закончу предыдущие. Поэтому главный мой план на следующий год это вышивать то, к чему сейчас лежит душа. То есть, что сейчас меня к себе тянет, призывает, что мне очень-очень хочется. И никаких ограничений, никаких себе запретов я не хочу ставить на следующий год. И мне интересно посмотреть, что же из этого получится. Надеюсь, что результат будет лучше, чем в этом году. Поэтому начинаю уже прямо сейчас. Если у меня не идет, если мне не приносит удовольствие, я не вышиваю. Я стараюсь просто, ну процесс далеко не убирать, чтобы периодически у него смотреть. Вот как-то вот все-таки брасо, да, то есть совсем в долгий ящик я его не буду откладывать. Но через силу тоже не хочу больше вышивать. Хочу вышивать по настроению, по призыву сеаться. Вот. Вышивается здесь в шесть нитей, да, обычными хлопковыми мулине. Хотя бы это хорошо, что не шерстью. Вот. И... Покажу еще превью, да. В принципе, здесь все-таки большие цветовые пятна. Думаю, что шапочка вот, ну малыша вышивается быстро, рукавички вышиваются быстро, шарфик. Вот. Сложнее идут вот эти вот здесь бело-серые цвета у меня. И вот здесь как-то вот, ну довольно-таки такой сложный рисунок придется тут присматриваться. Потому что вот если мы посмотрим на основу, да, здесь не особо видно, где какие переходы. Приходится постоянно обращаться к превью и, ну, сравнивать, смотреть и вышивать, остановиваясь на превью. Вот. Поэтому вполне вероятно, что вот это у меня останется на последний момент, что я сейчас от мамы снеговика перейду к малышу, вышью его, потом уже вот сюда вот так вернусь. Ну, посмотрим, как дело пойдет. Вот. Главное, чтобы было настроение его вышивать. Наверное, больше я на нем останавливаться сегодня не буду. Все такое мятое и не очень презентабельное. Но главное, что я вышивала, что я продвинулась. Я довольна своими продвижениями. Так. Ну, и на этом мои новогодние процессы закончились. И хочу показать вам еще то, чем я занималась. Ну, конечно же, это метрика для моей дочери. Я ее, к сожалению, не закончила. Ну, так как я себе еще говорю, повторюсь, дала установку не вышивать через сил, вышивать только с удовольствием и с желанием. Вот такая должна получиться метрика. Напомню, что это раритетный набор от Dimensions. Золотая коллекция. Набор 96-го года. Здесь в наборе шла Аида 18-го каунта. Цвета айвори. Такого, знаете, ближе к желтому, конечно. Вот. Также в наборе идут бусины. Ниточки металлик золотистые. Ленты. В общем, много всего интересного используется, да. И интересные техники тут. Вот. Я вышиваю на лине. Это Эдинбург. 36-й каунт. И вот что у меня получается. В прошлый раз я вам показывала верхнюю половину дизайна. говорила, что вот у меня практически полностью там все вышито, да, вверху. Сейчас у меня появился еще один угол. И, конечно, мне хотелось. Планировалось больше вышить. Но я рада, что у меня есть такие продвижения. Что хотя бы вот столько я все-таки потихонечку-потихонечку продвигаю, что у меня идет дело. Вот. Так. Покажу вот здесь, да, немножко в уголке. Значит, ну где-то вот, наверное, вот так у меня было в прошлый раз готово. Полностью я закрыла уголок. Вышла колыбельку с младенцем, зверюшек вокруг него. Здесь не во всех местах еще бэк доделан. На мишке немножко не хватает, на щеночки. Ну так по мелочам еще, конечно, есть немножко работы. Но я думаю, что это много времени не займет. В основном, конечно, что касается этого угла, у меня практически все сделано. Планирую я дальше закрывать следующий угол. Ну, я думаю, либо я вышлю все квадратики вот эти разноцветные, либо все-таки ангелочка. Посмотрим, на что у меня будет больше настроения и вдохновения. Либо крестиком тут вышивать, либо все-таки разноцветными ниточками. Вот. Ну, поглядим, увидим. Буду обязательно с вами делиться. Думаю, что после того, как я вышлю весь крестик, полукрестик и все стежки основными ниточками, да, хлопковыми, наверное, я постираю работу, проглажу и только потом уже приступлю к металлику, к бусинам и к лентам. Ну и, наверное, вот, покажу. Здесь вот вышивать с такой прямой линией вот эти вот бэкстич, оно как не бэкстич, а как прямой стежок. Я думаю, что так как здесь довольно-таки длинные будут использоваться нитки, я думаю, что я тоже это буду уже вышивать после того, как работу постираю и отглажу. Вот. Ну, красиво. Вот у меня еще в центре, конечно, ничего не сделала. То есть работы, конечно, еще не мало-немало, но если посмотреть, сколько я уже вышла, то, конечно, продвижение у меня хорошее и осталось не так много по сравнению с тем, что сделано. Повторюсь, да, что вот здесь у меня с этой стороны до буквы Ай и вот-вот-вот-вот все вот до сюда уже готово. То есть, ну, немножко, да, один уголок. В центре немножко еще поработать и потом уже всякие украшательные отделочные швы. В целом я, конечно, работаю довольна. Получается очень нежно, красиво. Есть некоторые спорные моменты. Вот, например, мне кажется, здесь темноватая такая, тень слишком. Ну, на усмотрение дизайнера я доверяю дизайнеру, вышиваю как есть. И потому что в целом, конечно, это смотрится красиво и все гармонично. Вот видно вот эти вот желтые цветочки вот здесь, вот здесь. Это все место под ленточки. Вот под лентами вышивается полукрестом желтеньким, а сверху будет вышиваться лентами. Здесь еще будет вот на зеленом, зеленой ленточке использоваться. Поближе вам покажу. Работа у меня перекосила, повело. Ну, надеюсь, что в багетке-то все исправится, что все будет аккуратно в итоге выполнено. Очень нежненько, все очень красивенько. Довольна я, довольна. Вот, нет у меня, ставила себе цель закончить ее в этом году. Сначала к дню рождения думала, потом к концу года, но поняла, что нет, не успеваю, гнать не хочу, больше хочу потихоньку, понемножку вышивать, чтобы себя не составлять. Повторяюсь, да, уже об этом. Поэтому не ставлю себе больше цель закончить ее в этом году, но не буду я ее откладывать. Будет она у меня тоже, опять же, на видном месте лежать, в моем рукодельном углу, где я обычно вышиваю. У меня все эти процессы лежат. И вот я по настроению берусь то один, то за другой. Вот как у меня к чему сегодня рука потянулась, то я вышиваю. Вот. Ну, бывает иногда, что я думаю, ну вот давно не бралась, надо бы повышивать. И уже тоже, опять же, по ощущениям, либо если совсем уже не хочется, да, то не берусь. Если, ну, как бы не хочу, но можно, тогда я берусь и вышиваю. В принципе, вот так же я взялась в последний раз за него и вышила большую часть. Поэтому совсем тоже забрасывать не буду, потихонечку, понемножечку идет. Вот. Покажу сейчас я вам бусины. В наборе они шли вот такие. Ну, видно, что они в некоторых местах и пооблупились. Не очень цвет красивый. У них такое зеленцо немножко дает. Вот. И такие они какие-то не очень, ну, некрасивые, скажем прямо, да. И я купила вот такие бусины на сайте Стоник Рик. Ради них я делала заказ. И вот покажу вам сейчас. Я купила разные размеры, да, и думала, что больше подойдет 2 миллиметра. Но вот так вот, когда я прикладываю, я, конечно, потом еще вскрою, сравню бусинки. Сейчас, мне кажется, все-таки 2,5 подходит больше. Ну, вот если мы сравним цвет, конечно, вот у этих бусин цвет намного красивее. Он действительно золотистый, приятный, нежели вот этот. Ну, а вот этим поменьше я в любом случае найду применение. Какие новогодние дизайны. Я люблю вышивать новогодние дизайны. Думаю, что они мне обязательно где-нибудь пригодятся. Кстати, вот только сейчас заметила, что у меня здесь 125, а тут 150. Ну, видимо, думала, что они везде одинаковое количество. Вот. Такие вот бусинки. Будут пришиваться. Они, кстати, ну, здесь достаточно много их используется. Вот они, и вот здесь по рамочке идут вот так вот. И вот здесь они, я так понимаю, будут пришиваться. Хотя нет, наверное, здесь что-то розовое. Возможно, это французский узелок, наверное, только в рамке они. Но если здесь французские узелки, то вряд ли я буду делать французские узелки. Я буду подбирать бисер, потому что французские узелки это совсем не мое. Мне не хочется вышивая вот эту работу, как-то нервничать и психовать. Потому что обычно французские узелки заканчиваются плохим настроением и стрессом. Вот здесь, кстати, есть, да, тоже квадратики. Вот, например, вот здесь возможно... Нет, здесь не вышивается. Просто вот здесь красные французские узелки вот в этих. Вот тоже такой. Я точно вышивать их не буду. Я посмотрю, либо я оставлю как есть. Вообще ничем не буду кровью. Возможно, подберу бисер. Вот, но однозначно в французские узелки в этих местах я делать не буду. Так. Вот, наверное, все, что я вышивала. По-моему, я вам все показала, все свои процессы. Мне кажется, что это много, достаточно для одного месяца. И готовую работу у меня есть. И начинала я что-то новое, продвигала. И хорошенечко продвинула сапожок. И метрику не оставила без внимания. Повышевала. Думаю, что вполне себе результаты хорошие. В декабре я продолжу вышивать зимние сюжеты, зимние дизайны. Это будут основные мои процессы на декабрь. Ну и метрику, конечно, тоже убирать не буду. Буду потихонечку немножко продвигать, вышивать. Все-таки мне хочется уже видеть готовую работу. Обязательно оформленную, чтобы она висела над кроваткой у моей дочери. И украшала ее. И думаю, все будут этому только рады. Сегодня у меня еще в планах начать один процесс зимний. Решила я себя вознаградить за плодотворно проведенный месяц. И долго-долго я хотела начать, думала о нем. Наконец-то, ну, скажем так, сам дизайн я увидела недавно. Захотела вышивать его недавно. Но ожидание было довольно-таки тяжелым. Потому что я уже, как только увидела в первый день, готова была начинать. И вот сейчас у меня все собрано. Основа, ниточки. И сегодня приступлю с удовольствием. С огромным действием. Мне дадут много времени. И я в первый же вечер сделаю хорошие продвижения у меня будут. Кстати, про ниточки. Да, я вчера была в Леонардом. Как раз-таки подбирала, покупала оставшиеся цвета, которых мне не хватало к новому дизайну. И вот что я там еще нашла. Вот такая книга у меня теперь есть. Так, все, уберу вот это вот. Вообще, очень неожиданно для меня было. Я книгу эту раньше не видела и не думала, не гадала, что можно встретить такое в Леонард. Да, то есть обычно книги Вероника, Женер довольно-таки сложно найти, нужно где-то заказывать. А тут я подошла, подошла вообще не за книгами, хотела посмотреть раскраски. Вот, ну, увидела ее, схватила и все, уже не выпускала. Я ее, конечно же, полистала, посмотрела вчера несколько раз. Есть, не скажу, что это стопроцентное попадание, да, но есть довольно интересные дизайны, которые мне понравились, которые бы, наверное, хотела в будущем вышить. Поэтому покупкой в целом довольна и думаю, что вышью обязательно что-то из нее и рада, что у меня она появилась. И это первая книга в моей коллекции книг о вышивке крестом. И я очень рада, что наконец-то эта коллекция началась, потому что книги я люблю, и я бы хотела, чтобы у меня было больше разных книг. Вот, надеюсь, что коллекция будет пополняться, расти. Мне будут встречаться в будущем еще другие интересные книги о вышивке. Особенно меня интересуют, конечно, французские дизайны, потому что, мне кажется, они особо очаровательны, милые. Вот, такая вот книженция у меня появилась. Здесь, так понимаю, основная тематика – это предметы коллекционирования, различные минералы, что еще мы можем коллекционировать, марки, посуда, всякие машинки, куколки, матрешки. Ну, вот что такое, что идет коллекциями. И здесь изображено. Если вам интересно, я бы могла посмотреть, полистать эту книгу на видео, да, показать вам, поделиться, показать, что мне хотелось бы вышить. В общем, вы оставляйте свои комментарии. Если вас заинтересовало, я с удовольствием с вами книжкой такой поделюсь. Вот. Ну и на этом, наверное, все. Давайте будем заканчивать видео. Надеюсь, оно было для вас интересным. Надеюсь, вы приятно провели со мной время, порушивали. Спасибо вам большое, что проводите время со мной, что смотрите мои видео, что заглядываете на мой канал, оставляете свои комментарии. И мне это приносит огромное удовольствие, делиться с вами своими эмоциями, своими впечатлениями, о вышивке, своими продвижениями. Я рада, что это тоже кому-то интересно, что есть обратная связь, что есть отклик, что вам интересно то, чем я с вами делюсь. Поэтому спасибо вам еще раз огромное. Всего вам самого доброго. Всего самого хорошего. И всем пока-пока. До встречи в следующих моих видео.